Я для вас буду работать на этих картах. Это Таро, но это Таро Хроники Акаши, то есть какие записи судьбы будут самые лучшие в вашей жизни, самые счастливые. И я тоже буду брать дополнительные карты по Ленорман. Вот эти Ленорман мистические дополнительные карты буду брать. Волею судьбы вы попали на расклад по Знакам Зодиака на Хронике Акаши, это Таро. И дополнительная карта для каждого знака будет на мистическом Ленорман. Пожалуйста, задавайте моим картам ваши конкретные вопросы, с чем вы сейчас работаете в вашей жизни, что вы хотите решить, с чем вы хотите взаимодействовать или с кем, с чем предстоит столкнуться. Очень удобно смотреть по всем Знакам Зодиака в одном сегменте. На мой взгляд, это самое удобное, потому что мы сами понимаем с вами, что мы состоим из 12 сфер, 12 знаков Зодиака. А кое-где мы проявляемся по Солнцу, кое-где по Луне, кое-где по Венере, по Марсу, даже по Меркурию, потому что у нас три личностные планеты. Это Марс, Меркурий и Венера. Здесь можно смотреть себя, своих родных, своих друзей, коллег, сослуживцев, коллежанок, своих врагов. Даже можно посмотреть, что у них будет. Нужно знать среду, которая вас окружает, безусловно. Овен. Я выложу, потом буду все трактовать. Телец. Близнецы. Раки. Львы. Девы. Весы. Скорпионы. Стрельцы. Козероги. Водолеи. Рыбы. Давайте будем разбираться. И по ходу дела я буду добавлять карты Ленорман в каждый знак. Итак, начнем мы с вами с Овнов. На карте написано, что идет какое-то строительство. И это строительство в проекте. Какой-то архитектор, в общем, ваш родовой архитектор. То есть нужно строить планы на строительство своей жизни, своей судьбы, своего дома, своего пространства. И, может быть, ваша жизнь разрушена. Вот осталась только эта, знаете, труба, как это говорится, не печь, печная труба или же дымоход. Вот остался, да. Такие страшные сценки в голову. Ну, как бы, имиджи возникают, естественно, потому что мы все выросли на военных фильмах. И сейчас вот опять война. То есть это все очень актуально. То есть люди потеряли все. Ну, мы с вами. Я в Канаде живу. Я вроде бы так, кроме финансов, ничего не потеряла. Но финансы – это, извините, человек всю жизнь работал, да. И теперь вот что случилось, да. Так что это тоже существенно. Хоть и я очень сострадаю тем, кто потерял дом. Я в свое время потеряла дом по своему желанию. Я просто ушла, уехала, все оставила как есть. Ну, а если кто-то потерял по вине других людей, очевидно, это, конечно, большая трагедия. Как у кого, как что. Что вы потеряли? Ну, рухнул бизнес у кого-то, у кого-то рухнул дом, рухнули отношения, потому что вы теперь в разных странах живете. И, конечно, какие отношения на расстоянии, безусловно, их таких не может быть. И лишь в результате искусственного интеллекта сейчас рухнула ваша работа, потому что швея-мотористка такая, как раньше была, уже никому не нужна. Ну, я просто к слову, может, вы и не швея-мотористка. Теперь уже автомат все делает, да. Вам нужно переучиться чуть-чуть. В общем, что-то рухнуло. Поймите, я говорю для всех, у нас русскоязычные люди есть сейчас особенно во всем мире. Так что и с разных социальностей тоже, да. Также мы, знаете, как говорим, что если бы все, кто говорят по-английски, были англицами, то так такого не может быть. Англиицы же не против, что на их языке говорят наоборот, для них это хорошо, бизнес и так далее. Ну, то есть, к слову, овны, нужно строить новое. Чего там? Чего там говорить о том, что чего нет? По вине других людей или по своей собственной вине, или по своему собственному решению? Итак, что же скажет Ленорман по этому поводу? Я честный маг, я независимый таролог из Канады, я говорю так, как есть, без всяких ремаров, без всяких, извините, изоповый язык я не использую, я говорю, как есть. Потому что чего мне бояться-то? Чего мне бояться? Я свободно на мире живу, я ничего не боюсь. Я говорю, как есть. Чтобы вам помочь. Итак, что же скажет еще Ленорман? Я по две карты буду брать на каждый знак. Сад и солнце. Ну, очень хорошо. Вот сад, это такая карта, это среда, в которой вы общаетесь. Может быть, это новая среда, вы в новом месте живете. Но солнце говорит, что именно сейчас эта среда, в которую вы, может, приехали, пришли на новую работу, или вообще уехали, эта среда вас будет поддерживать. В этой среде для вас есть и любовь, и деньги, и бизнес, и удовольствие, и развлечения, и приятные беседы с людьми, с которыми вы будете общаться в этой среде. В общем, замечательная совершенно среда, которая вас поддерживать будет. Ну, нельзя думать, что нас должны принимать с распростертыми объятиями. Нет, к нам присматриваются, мы присматриваемся. И в этом заключается смысл жизни. Вы показываете, на что вы способны, что вы за человек. И вы смотрите вокруг, есть всякие люди, плохие, хорошие. Карта сад — это всякие люди есть, очень плохие есть, и очень хорошие. Но вам будут встречаться только хорошие, которые вам помогут. Для овнов я бы сказала, что стройте новое пространство свое, новую матрицу вашей судьбы. Это новый дом, который вы можете построить или купить квартиру, дом. Это может бизнес из дома. Это очень приятно, когда в своем пространстве работаешь. Это большое счастье. И солнце говорит о финансах, о здоровых финансах, о выздоровлении, о здоровых отношениях. Все будет замечательно. Для тельцов. Карта говорит «the scribe». То есть тот, кто пишет. Писать «the scribe». Ну, монахи раньше писали все это дело, только они были грамотные и так далее. Что это за «the scribe»? Сидят три человека за столом и пишут в вашей истории судьбы. Это не просто люди. Это ангелы воплоти. И еще есть ангер-куратор, куратор рода, который все это дело проверяет. Сейчас записывается какая-то новая страница в вашей жизни, в вашей судьбе. Когда пишется новая страница, это связано с тем, что новые люди входят в ваше пространство. Для некоторых это встреча новой любви. Три. Три сферы жизни. Три писари там, да, за столом. А для некоторых это новая работа, новая какая-то специальность или же новое обучение. Там все связано с бумагами, все такое. А для некоторых это просто на владение. Вы войдете во владение наследства или еще чего-то хорошего. Вот виза, вызов на жительство, на владение ценной бумаги. Ценной бумаги. Некоторые бумаги на полу просто лежат. Может, это вот такие облигации. Знаете, что такое облигация? Я немножко сейчас уже разбираюсь в инвестициях. Облигация – это не инвестиция. Это вообще не инвестиция. Это просто вы вкладываетесь в правительство, оно вам потом отдаст или нет. Это все. То есть там не идет прирост денег. Так что, может быть, где-то вы потеряли деньги, а вложились не туда, там на полу все такое, да. Но это и не суть. Суть в том, что сейчас новые инвестиции ваши. Какие-то инвестируете в себя, в здоровье, в родных, в любимых, в работу, в профессию, в реализацию себя. Это грамотные инвестиции. А самая инвестиция лучше – это в обучение, потому что знания всегда нас прокормят. Так что у вас какие-то новые инвестиции будут. Две карты Ленорман. Здесь у нас Лиса и Сердце. Очень хорошие карты. Лиса говорит о том, что идите своим путем. Дороги открыты. Это дороги открыты, интересные дороги. Никто вам не обещает легких дорог, но вам обещают интерес. Инти, инти, интерес. Выходи на букву С. Помните это? Интерес. Нужно, чтобы интерес был в жизни. И у вас интересная дорога, а также где-то есть любовь. Любовь к жизни, любовь к тому, чем вы занимаетесь. Любовь романтическая. Какая у кого любовь? Любовь и с любовью она бывает разная. Любовь реализуется, и дорога будет интересная. Но тоже Лиса – это, конечно, тоже финансы. Это финансовое благополучие и свобода. Это то, что ждет Тельцов. Все будет хорошо. Для знака Зодиака – близнецы. Здесь вот такой рыцарь у нас на коне, шикарный. Там какой-то замок впереди. У коня такая попона красная. О чем это все говорит? Но это победа. Победа то, на чем вы сейчас работаете. Какой-то у вас семейный проект, рабочий проект или еще какой-то. Этот проект реализуется. Вы получаете все, что хотите. Вы получаете счастье. Вы получаете реализацию вашего проекта. Вами довольны те иллюзии, с которыми вы взаимодействуете. Вы, может, на пути в отпуск, в какое-то приятное путешествие вас ждет. А вот этот замок впереди – это какая-то новая квартира или дом в новом месте. Может, даже вот country house. Где-то на природе какой-то новый дом. И там будет все хорошо. Это романтическая встреча какого-то героя или примирение с тем, кого вы любите и кто вас любит. Если были какие-то проблемы, то это известия, приятные новости. Приятные известия. Рыцари всегда приносят новости. А пажи – это поиск. Вот это рыцари – новые новости. Контакт. Какая-то связь, контакт. Контакт с деньгами, с любовью. Полнота чувств, любовь, рыбы. И, конечно, птица – это какой-то приятный контакт вас ждет. Вот, будет очень все хорошо складываться. Вы находите свое счастье именно в реализации себя. Потому что рыба говорит о том, что вы заработаете где-то в новой области. Поскольку птица – это новое общение. Кто-то найдет новую работу, кто-то будет приглашен на интервью, кто-то поедет на работу, получится приглашение на работу. А два человека, может быть, познакомитесь с кем-то для дела или для любви. Какие-то контакты, новые счастливые контакты. К вами тут гости, вы идете в гости. Приятная встреча. Это все очень хорошо. Здесь карта для знака Зодиака Раки. И у нас написана «Инициатива». И тоже святые. Святые помогают вам избавиться от прокрастинации. Лени не бывает. Лень – это уже вторичный симптом. Если человек, например, ленится, вам кажется, боже, я такая ленивая, я почему-то так и так. Может, вы и не ленивая, но если. Лень – это вторичный симптом. Обычно это не лень, а связано с чем-то другим. Может быть, вам просто долго не везло, и вы как бы уже потеряли вкус жизни. Так вот, инициатива появится, то есть появится вкус жизни. По этой карте тоже исцеление идет. Исцеление и здоровья физического и ментального. Кто-то из вашей родни может болеет, кому нужно исцеление, и это произойдет. Вы под прикрытием четырех ангелов. Есть такое понятие «ангелы сторон света». Это ангел по левую руку, по правую руку, спереди и сзади. И вот как раз, есть еще куратор ангелов, вот как раз эта ангельская защита вам нужна, потому что вы сейчас хотите начинать что-то новое. Вы знаете что, но давно не решаетесь. Не сидите, не ждите. Решайтесь на то, чего вы для себя хотите, что задумали, потому что это увенчается успехом. Давайте еще посмотрим на Ленорман. Так, что у нас здесь? Корабль и книга. Судьба решается. Не сидите, не ждите. Вы не будете жить там, где родились. Абсолютно у вас новое какое-то место для жизни, для любви открывается. Новые какие-то двери открываются. Это счастливые двери. Это двери на взаимодействие с кем-то очень важным для вас. Открываются небеса. И входит в ваше пространство новая история вашей жизни, которая записывается в кристаллическую решетку судьбы. А книга говорит об обучении, о ценах бумагах, о выплатах. А какая-то книга на владение дома. Может, планы нужно строить, записывать. Просто так. И тоже быть accountable. То есть записывать, если трудно, у вас с инициативой трудно. Нужно вот себе представить, чего вы хотите и от чего вы хотите уйти. И тогда у вас будет мотивация. По карте корабль вы куда-то поедете, или в гости, или для отдыха, или же вообще место жизни поменяете. Сядете в этот кораблик и плывете в счастливое будущее. И там в этом счастливом будущем все будет так, как вы хотите. И никто вам никогда не сможет помешать. Вот это очень классно, очень классно. Для раков открываются небеса и новые возможности впереди. Для львов написано архитект. Архитектор, архитект. Архитектор у нас говорят, а здесь говорят архитект. А вы архитектор вашей судьбы. Вы строитель вашей судьбы. И там вот стол такой, планы какие-то на столе. Идет речь о том, что вам нужно обязательно иметь план. План дома, план отношений, план, как вы работаете каждый день, план, что вы едите каждый день. Потому что если не будет плана, будем есть сахар. Ну, что-то вредное. Потому что мозг говорит, так, ну, сейчас нужна энергия. И если у вас нет планов, если вы не приготовились, то вы обязательно съедите или подумайте такую несчастную мысль. Бедные и несчастные, знаете. Будете себя чувствовать бедные и несчастные. Не нужно вам это. Чтобы не чувствовать себя бедным и несчастным, карта архитектора говорит, делайте планы относительно личной жизни и работы. И реализуйте эти планы. Обязательно. Реализуется все, что будет запланировано. Что не запланировано, не реализуется. Мысли материальны тем, что мы вначале визуализируем, потом делаем. Что еще для Львов? Две карты. Ленорман, пожалуйста, поучите, распишитесь. Здесь прекрасно. Здесь дерево, выздоровление, прекрасный иммунитет, моложавость, омоложение организма. А также развилка. Дороги открытые. Дерево, вот это именно дорога ваша, натуральная, родная дорога. Дорога открыта. Две дороги открыты. То есть, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, подумайте вслух или про себя. Что сейчас вам нужно? Чем вы занимаетесь? Какие планы у вас? Какие у вас проекты? Домашние проекты по работе, проекты или еще какие-то? Эти проекты реализуются. Кто-то кладет дорогу к вашему порогу, какой-то родственник. И вы. Реализуются планы на перемены дороги. Вы пойдете по этим дорогам, и вы дойдете до какого-то решения. Вы получите то, что вы запланировали. Что вы запланировали? Напишите мне в комментариях, если я смелый человек. Не забывайте, ангелы слетаются по ночам и читают комментарии. Это так оно и есть. Так что все сбудется, то, что люди напишут. Вы здесь проходите через какой-то поворотный этап вашей жизни. И вы идете именно в нужном направлении, но скурпулезность вам нужна. И старание. Я знаю, что вы стараетесь, но если нет результата, значит вы стараетесь, не то чтобы мало, может неправильно. Нужно что-то подкорректировать, чтобы получить желаемое, получить эти документы, или это любовь, или эти деньги. Но вы получите обязательно, без сомнения. Дерево – это медленная карта. Все будет медленно меняться. Но результатом вы будете довольны. А теперь для знака зодиака. Дева. И здесь написано Up in the air. Есть такое выражение. Up in the air. Оно означает, но это пока в проекте. Это пока в проекте. Но еще можно сесть в этот воздушный шар, ощутить себя в полете фантазии, естественно, в полете планов, в полете вдохновения. И здесь какая-то пара наблюдает за воздушным шаром. То есть вы будете в паре, если вы не в паре, хотите быть в паре. У некоторых пара не обязательно человек, у некоторых пара – это ваша работа, это ваше желание что-то делать. В паре с чем-то или с кем-то. И Up in the air, оно означает, да, может быть, вам кажется, что то, чего вы для себя очень хотите, это только пока фантазия. Но на самом деле уже высшие силы ищут возможность вам помочь это реализовать. Так что ваши планы обязательно реализуются. В воздухе, пока все в воздухе, не от вас все зависит, а еще от каких-то людей, там двое людей стоит, от которых тоже зависит, реализуете ли вы то, что задумали, не только от вас все зависит, но вы реализуете без сомнения. Вот у нас две карты. Ленорман, карта звезды и букет, ну, здорово, шикарно. Звезды – это исполнение желаний, вдохновения, судьба, карта судьбы. И букет – это опять же маложавое здоровье, счастливая жизнь. Когда вами довольны, довольны заказчики, потому что вы делаете хорошую работу, довольно домашние, потому что вы дипломатично себя ведете. Ну, не настаивайте ни на чем, не говорите детям, я сказала, что значит я сказала, что значит я так сказала, да? Мне иногда, ну, я, например, уже говорят, еще твои дети, вот и оба врача, и какие такие послушные. Когда они были маленькие, они у меня никогда не делали вот этот тантрум, тентр, да, тантрум, или как это называется, никогда они не кричали, не требовали ничего. И мы с мужем разговаривали на эту тему, может, я вам помогу сейчас. Меня всегда удивляло, когда на площадке видишь мамочку, она говорит, ребенок орет, она говорит, я сказала, потому что я сказала. Что это значит, я сказала? А я всегда, я молодая была, думала, что глупая, оказывается, не очень глупая была уже тогда. Я детям объясняла, почему так и так. И у меня не было даже в проекте говорить, я мол, что это значит, здесь в этом пространстве больше, чем ты, будет так, как я сказала. Нет, я всегда говорила ребенка, так и так, вот поэтому лучше это сделать так. Вот. И да, 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 это очень важное знание вы получаете из моих раскладов. Если я привожу прямой пример, вот такой для наглядности. Сейчас из высоты своих лет, потому что я бабушка уже, да, бабушкин расклад, по возрасту, вы видите сами, убеленные сединой. Так что я могу тоже, и если карты раскрываются, так, но тонкий план раскрывается, так, говорит мне, Лена, нужно привести пример, чтобы люди лучше поняли. Я рискую, привожу свой пример, вы меня знаете уже. То есть я светлый маг, по обламе прячусь, вы все обо мне знаете. Все буквально, если вы давно со мной, да. Вот. И карта звезды говорит, что, ну, вот это позорная труба, какой-то весь шар земной, код. Код – это, конечно, интуиция. Едьте туда, где по интуиции, и мечтайте о том, что по интуиции оно сбудется. А позорная труба – это нужно визуализировать до деталей, то, чего вы хотите. И каждый день это визуализировать. Это обязательно будет. Да, вот по букету. Я начала букет, и вот сказала это все, привела пример детский. Дело в том, что букет – вот это радость жизни. У нас радость жизни тогда, когда мы не руководим никем. Даже собой, понимаете, как руководить. Сейчас уже ученые доказали, что свобода воли, ну, это только нам снится. Свобода настоящей нигде нет. И букет, каждый цветок, он, ну, не имеет свободы. Роза не может стать гвоздикой. Нет абсолютной свободы, ни у кого нет. Вот как в букете, да. Каждый цветок, он, как он запланирован был, природой, так он, наверное, расцветает. Ну, еще вот Тунидша, по-моему, сказал, что нужно узнать, кто ты и стать им. Понимаете? Потому что мы, сейчас не знаем, кто мы. Вот этот цветок, вот цветок, он знает, кто он. Потому что он цветет только так, как ему положено цвести. А мы часто нет. Мы хотим быть, как знаменитости, там, подражаем их и в макияже, и в поступках, и так далее. Мы хотим, ведь не верим, что мы тоже не лыком шиты, вот такое дело. То есть, здесь познайте себя, и вот этот воздушный шар, может, нужно посмотреть на себя, как бы со стороны, да, чтобы узнать, а это я, или я, ну, я там, имеется в виду, вы кому-то или чему-то подражаю. И тогда вы заживете свою жизнью. Букет-то расцветете. И вам нужно это. Иначе вы идете по чужой дороге. В этом нет никакого удовольствия. Поэтому люди, которые говорят, скучно жить, они просто идут не по своей дороге. А по чужой дороге неинтересно жить, неинтересно идти. Идите по своей дороге. Следующая карта для знака Зодиака Весы. Вот такая классная. Эта карта меня вызывает всегда к бузбомбсу. Я приведу, но не пример, а именно на карте это есть. Ark of the Covenant. Написано, ну, Covenant — это договор, да, договор. И здесь у нас идет речь о том, когда к Ною, да, к, ну, библейский сюжет, к семье Ноя пришли ангелы. И сразу, конечно, такой закон нужно угощать, все угощают их. И даже не узнали, что они ангелы. А когда преломили хлеб, тогда было понятно, что ангелы. Точно так Христос, когда мы преломляем хлеб обедня, тогда он оживает, да? Вот. И сейчас к вам входит пространство ангелы и говорят, смотри, когда ты избавишься от своих грехов, ну, тяжких или нетяжких. Какие у нас грехи? Мы грешим против себя, прежде всего. Ну, есть плохие люди, грешат против других тоже, понимаете, меня смотрят, и хорошие, и плохие. Это закономерность. То есть, когда вы перестанете грешить, когда вы перестанете грешить, это борт себя, родных, близких и далеких. Ну, мы все грешники. Перестаньте делать это. Перестаньте воспитывать других людей. Перестаньте им указывать, как им жить. Перестаньте возмущаться, что другие живут не так, как вы. Это грехи тяжкие. Но это в новом понимании, в новом свете грехи тяжкие, да? Пишите мне в комментариях, что вы видели. Ну и самозглаз. Когда вы перестанете заниматься самозглазом, когда смотрите в зеркало и видите себя и сами себе враг. Там считаете морщины, возраст, вы проверяете каждый, ничего его проверять. Старый тот, кто живет во вчерашнем дне. Такое средневековье сейчас кругом. Это вообще мир ушел с ума. Человек не просто живет в прошлом, в средневековье погружается, понимаете, в менталитете. А если вы в менталитете современный человек, какая разница, сколько у вас причин, что смеетесь? Вот такая вещь. Но covenant, там вот у нас такая, знаете, уютная сценка разговора. Так что у вас будет разговор с собой, с родными, вы померитесь с тем, с кем поссорились. Это я вижу. И вы заживете спокойной жизнью. Там тоже вот этот огонь, это огонь жизни, огонь тепла, очага, огонь разговора и собой с другими такой уютный, от сердца к сердцу. И в общем, да, там тоже есть атрибуты религиозные какие-то. Может быть, нужно, ну, медитацию какую-то в день как бы тоже иметь. У нас две карты Ленорман, дом и якорь. Ну, шикарная карта совершенно. Карта дом говорит, что в доме, вот как это covenant, в доме будет covenant, новый договор между домашними. Как мы живем, как мы помогаем друг другу, не то, чтобы стать лучше, а стать спокойнее и счастливее. Когда не мешаем людям расцветать, детям, внукам, партнеру, не гнобим, не воспитываем этого несчастного мужчину. Он же взрослый человек, чего мы его воспитываем? Ну, мы же ему не мама, да? И так далее. То есть, вот такой дом, счастливый дом. Может, кто-то работает из дома, дом будет, будет дом. Сейчас очень трудно иметь дом, вот, потому что недвижимость, в странах, где жить спокойно, и есть какие-то законы, в таких странах все хотят жить, но в этих странах очень дорогая недвижимость. Но у вас будет, вы сможете получить недвижимость себе. У нас в Канаде еще возможно. В небольших городах, там, в провинциях, где поменьше людей, можно еще купить дом. А уже, ну, так, в Торонто, Ванкурии, наверное, сложно. Но у вас будет дом. Ну, я пример привожу, как она, да, может, вы во Франции живете, в Киеве живете, в Париже, где вы живете, пишите мне. У вас будет дом и якорь, да, вот, как бы, будет человек, который, как бы, бросит якорь, знаете, такое выражение есть? Красота какая, да? То есть, якорь, это стабильный дом, где будет плата за этот дом, ну, не такая сумасшедшая, вы сможете это все себе позволить. Вот, может, работа из дома хорошая будет у вас, а может, это наследство кому повезет, получит дом вообще бесплатно, да? Если такое, такое, здесь, где я живу, дома 4, 5, 6 миллионов долларов, но многие из моих соседей, они получили в наследство дом просто, а их родители купили когда-то за 30 тысяч долларов. Вот, может быть, это ваша ситуация, вы получите дом в наследство или квартиру, недвижимость, у вас будет недвижимость, другими словами, но это не только недвижимость, потому что якорь это, знаете, можно иметь недвижимость, но если не счастье, там, грызутся люди, кому такая недвижимость нужна, или плохая энергетика, да, токсичные родственники никак эту недвижимость не поделят, нет, у вас такого не будет, у вас будет все спокойно, будет все мирно, в доме будет мирно, и все будут счастливы, так оно и будет. Для знака зодиака стрелец, нет, это не стрелец, это у нас скорпион, для знака зодиака скорпион, для вас скорпионы выходит карта, очень красивая, я ее обожаю, чаепитие называется, да, и написано мессенджерс, то есть послание какое-то вам идет, и это послание идет вам от высших сил, здесь два послания, ангел несет какую-то петицию о том, что ваша судьба сейчас изменится к лучшему, что вы реализуете все свои планы близкие и далеко идущие, и еще голубь приносит в клюве еще одно письмо любовное, там какой-то дом вдалеке, красивый, уютный, хорошая погода, потому что на улице чаепитие, я такая красота, я обожаю эти карты, и так, что мы видим, здесь два стула, то есть у вас будут отношения, если вы этого хотите, или будет бизнес, если вы этого хотите, с чем-то или с кем-то вы будете грамотно и успешно взаимодействовать, а также ангел вам дает протекцию от всех негативных людей, которые хотели перечеркнуть вашу жизнь, коричневые ордолаги, подселенцы, сущности, бесы, ну вы сами знаете, кто они, сейчас бесов очень много, домашних, на работе, и глобально, вообще мир действительно сейчас, он перевернулся, но естественно, перед четвертым, пятым измерением все меняется, вот, именно, знаете, как говорят, не дай вам Бог жить во времена перемен, что это означает, нам суждено жить во времена перемен, значит, мы должны выработать условия стабильности в условиях турбулентности, да, иначе как, вот так суждено, так что да, ну, перемены, да, перемены, ну, письма эти перемены тоже, да, поэтому вот в это тяжелое время Архангел Михаил вас благословляет, у вас были потери, у вас были трагедии, вы многое пережили, а сейчас высшие силы дают вам благосостояние, благословение, чаепитие, это договорится, да, это договорится, с кем-то вы договоритесь, или получите договор на работу, или договор на жилье, ну, что-то хорошее, и еще любовь, если вы хотите любви, еще я вижу письмо, это всегда перемены, это известие, вы получите приятное известие, приглашение, приглашение куда-то, это хорошая, очень карта хорошая, у нас еще две карты Ленорман, ах ты вы, 29-я карта Бланка, это тот, кто смотрит, и Луна, Луна это перемены, Луна символ перемен, в астрологии, понимаете, да, конечно, еще можно сказать, что Луна, ну, в картах иногда это обман, вокруг вас есть обман, есть туман, есть люди, которые вас хотят обмануть, использовать, может быть, это было дома, или на работе, или еще как-то, люди хотели вас выжить, из коллектива, или из места нажитого вами, и выжили, да, ну, что делать, вот, то есть, вообще-то Луна, это найти тоже свое предназначение, вы в своем гороскопе, посмотрите, там, где Луна, там ваш талант, в том, в том знаке, каждый знак, но снесет свой талант, да, вот, Луна хорошая карта, для того, кто пришел на расклад, именно с посланием, послание от Луны идет, от ваших предков, о том, что будет, вот, серебряная дорога личной жизни, счастливая, но вам нужно не сдаваться и идти по своей дороге, потому что вокруг вас сейчас есть обман, сейчас есть нехорошие люди, которые хотят, где-то вас использовать, манипулировать вами, почему, потому что при Луне искажение света идет, поэтому Луна, она как искажает свет, вам нужно присмотреться к тому, что происходит с вами, с родными, на работе, чтобы увидеть все воочию, увидеть все такое незамыленное, логическое мышление нужно применять вам, да, вот, потому что придут эти бумаги, придет это послание, придет это приглашение на какой-то контакт, но вам нужно понять, чего вы хотите, зачем вы в этом контакте, вот, а Луна – это карта личной жизни, так что у вас будет что-то меняться в личной жизни, какое-то новое послание касательно того, с кем вы живете и как вы живете, распорядок дня, Луна, а также перемены, вас ожидают перемены, вы получите какие-то ценные бумаги, которые полностью поменяют вашу жизнь, вот это я вижу точно. Следующий знак зодиака, это у нас стрелец, для стрельцов вышла карта мастер-артист, артизан, ну, артист – это человек, который делает что-то с талантом, воодушевленно, да, вот, раньше, знаете, врач с бабочкой, то есть он, ну, он так, это art of medicine, да, мы говорим art of medicine, art of anything, art of speaking, искусство того или другого, да, здесь артист как искусство, но здесь происходит что-то в лаборатории, в какой-то лаборатории, что-то, какие-то опыты ставят, и мастер проверяет. Это, наверное, мастер-куратор рода, который сейчас проверяет все, что вы делаете, и вам нужно сделать выводы. Это лаборатория вашей жизни, вам нужно понять, что происходит сейчас, я говорю своему мужу, кухня как лаборатория, это, знаете, как операционная, должно быть очень чисто, все стерильно, я такой человек, лаборатория, я говорю ему, шкафы, ящички, все должно иметь место. Ваша жизнь, это как лаборатория, да, все нужно делать вовремя, да, вот, и так далее. То есть, вы что-то не вовремя сделали, и поэтому все пошло на перекосяк, все пошло, но не в ту степь, потому что где-то вы допустили ошибку. Вам нужно этот опыт опять повторить, да, вот как в лаборатории делаются опыты. И я здесь вижу, что может вы будете чему-то обучаться, или повторить то, что вы делали, но результата не было. Повторение, мать учения, но на новом уровне каждый раз, нельзя повторять то же самое. Еще есть такая простая вещь, это опыт сына ошибок трудных, да, на этой карте. Вы понимаете, если сейчас перед вами стоит трудная задача, не обманывайте себя, думая, что трудную задачу можно решить легким путем. Нет, вас обманывают все эти, что подвержены всяким теориям заговора, да, они пытаются трудную задачу объяснить легко. Там вот этот Белл Гейтс, он артипрептилий, и вот поэтому все так плохо. Ну, слушайте. Ну, нет легкого объяснения трудной задачи теперешнего момента. Почему так сейчас плохо? Почему такие трагедии? Почему вот эта война после войны? Почему? Потому что это трудные задачи, которые предполагают трудные решения, где умные люди решают. И поэтому я здесь вижу, вы умный человек, но может вам нужно чему-то обучиться? Это трудно учиться, но знания за плечами не носить. Знания вас всегда накормят. Но это я пример привожу. Не ищите легкого пути, если трудные задачи у вас были. Трудные задачи предполагают нелегкое решение. И может быть сейчас вам кажется, что вы опустили руки, потому что пробовали то или другое, или третье. Знаете, наш мозг всегда ищет легких решений. Так сделаны мы люди. Поэтому не сдавайтесь, и где-то вам нужно поднапрячься, чтобы что-то решить. Давайте спросим еще, Ленорман, уважаемые стрельцы. Вообще стрельцы легких путей не ищут. Это такие философы по жизни, которые хотят до правды докопаться. И здесь у нас собака и гробница, карта. Трансформация. Трансформация дружбы, отношению к себе. Будьте себе другом. У меня спрашивают, как полюбить себя. Все, что вам говорят о любви к себе, это все обман. Потому что любовь к себе, это забота о себе. А забота о себе, о себе предполагает трудные решения. У нас будет сильное тело, если мы будем engage его, если мы будем что-то делать физически. У нас будет сильный ум, если мы будем что-то делать умственно. Понимаете? И эта трансформация вам нужна по карте гробницы. Трансформация дружбы к себе, понимания, кто я в этой жизни. Может, нелегкое решение относительно друга, который вас обманул, обокрал, обидел. Который вас использовал. Особенно друзья сейчас их, к сожалению, используют. Потому что некоторые люди, они путают. Путают контакты, полезные контакты с дружбой. Понимаете? Кто-то из друзей, может быть, это трудное решение сказать, что мне эта дружба больше не нужна. Потому что я сужу по людям, по делам их. Вот это cancelled culture, она же спонтанная. По делам им. Один раз делал плохо, второй, третий. Сколько можно? Все. Сделали выводы. И таким образом, вот эта cancel culture, она позволяет плохим людям понять, что они будут делать дальше. Либо они будут дальше быть плохими, и тогда с ними никто не будет дело иметь. Или они станут хорошими. Тогда с ними все дело будут иметь. Но очень сложно им будет потом завоевать trust. И здесь какой-то друг у вас есть, или же родной человек, или еще кто-то, коллега, кто потерял ваш trust, кто потерял ваше доверие. Потому что повел себя, прямо скажем мне, по-человечески. Поэтому не волнуйтесь об этих людях. Пусть они узнают, поймут, что вы не просто с ними не общаетесь, а вам не нравится, как они себя ведут. И так далее. Гробница — это трансформация. И вдруг повернитесь лицом к людям, которые с вами заодно. И отвернитесь от людей, которые не заодно с вами. Знаете, Христос сказал, поставь другую щеку. И на мой взгляд, это иногда можно прочитать альтернативно. То есть отвернись. Поставь другую щеку. Отвернись от того, кто тебя ударил. Отвернись от этого человека. Поставь другую щеку. Это значит смотреть в другую сторону. Отвернись, уйди. Потому что раз он на один раз ударил, он еще раз ударит. Вот так вот. Интересно, да? Очень интересно. Но еще раз скажу, что у стерильца вам трансформация нужна и стать вот таким, знаете, мастером-мастером лаборатории жизненной. Лаборатория — это опыты. Да, ставьте опыты. Ну, делайте, повторяйте, пока не получится. Мне иногда говорят, что я же много раз делала. Но делайте не много раз, а делайте очень много раз, пока не будет результат. Да? Ведь не важно, сколько мы раз делали это. Важно, чтобы результат получить. Вот так. У вас результат будет, но нужно что-то переделать с другими словами. И вы сами знаете, в какой сфере жизни идет об этом речь. Итак, смотрим для козерогов. Архангел Гавриил. Ну, здесь все очень просто. Вот это икона. Это икона Архангела Гавриила. Гавриил — это Габриил, да? Это тот, кто принес Святой Деве Марии месседж, что ты будешь Матерью Спасителя. То есть через тебя будет спасение. Но если мы перефразируем на бытовую схему, потому что бытовая схема, ее никто не отменял, то Архангел Гавриил сейчас входит в ваше пространство и говорит вам, тебя нужно спасать. Потому что ты погрязла в каких-то грехах, можно сказать, да? Ну, не обязательно. Погрязла в каких-то, может быть, разборках, может быть, боитесь негатива, может быть, в каком-то Средневековье погрязли, да? Вас нужно спасать. Архангел Гавриил говорит, ну, что я имею в виду Средневековья? Это означает, что ну, боитесь каких-то ритуалов. Злые люди делают ритуалы, они сами в этом Средневековье находятся, не опускайтесь до их уровня. Ну, сделайте какую-то отвязку. Я же делаю, отрезаю подключки ножницами, да? Свечой выжигаю. Или встаньте под горячий душ. Меня спрашивают, может ли вода очистить? Да, каждый вечер очень горячий душ. Ну, как, он терпимо, да? Ну, горячий душ. Это ощущает от негатива. Это просто, понимаете? Не холодный душ, а горячий. Холодный закаляет. Вот, а горячий ощущает. Архангел Гавриил вам сейчас приносит новость. Это новость о чем-то, что имеет известие. На руке у него птица с одной стороны, а с другой стороны что-то у него там с другой стороны. Подождите, что я не очень понимаю. Я это же не понимаю. Он несет на одной руке птица, а на другой руке что-то. И вот это что-то, что я не понимаю, что вы поймете, когда вы этому дадите смысл. Вот что вы хотите, чтобы сейчас вам Архангел Гавриил принес, потому что это посланник Бога, который приносит. Вот сейчас он приносит вам с одной стороны какое-то известие, птица это известие, контакт. А с другой стороны, кстати, птица контакт с духовным тоже, что-то имеет на руке и непонятно что. А знаете, почему непонятно? Специально, чтобы вы сами представили себе, чего вы хотите для себя, для родных. И вы это получите. Здесь просто благословение, просто выздоровление, благословение, благословение финансово, такое все самое лучшее. Итак, что же скажет Ленарман? Вот видите, тучи и крестуют. Видите, вам действительно, смотрите, из всех знаков только к озерогу вышел Архангел, который осчастливит, воодушевит, исцелит. Исцелит или физически, или финансы, или отношения. Потому что вокруг вас много очень сейчас туман, много обмана, вокруг вас карта тучи. Очень много людей из какой-то моря, но там, где вы уже ни с ними, ни вместе не живете, они просто вас ненавидят, что вы выбрались из той нищеты, в которой они погрязли. Ну, нищета духовная, может быть, или ментальная, или же финансовая. И они просто вас ненавидят. Может, даже какая-то кладбищенская магия на перекрестке дорог, что-то связано с крестом. Ну, просто вот проклинают. Я хочу сказать, что это часто бывает, они бы любовь проклинали. Потому что есть такие люди, которым очень плохо, и они до такой степени, у них вот этот средневековый менталитет, извините, что сегодня это слово мне на уме идет, вы понимаете сами, что они, когда видят, что кому-то еще плохо, им от этого лучше. Это помогает их в собственной боли. Значит, этим людям, которые вас ненавидят, им очень плохо. Вот. И сами знаете, даже клэкбайт такой есть на YouTube. Вот если что-то плохое человек скажет там, о себе так его смотрят. Вы понимаете, в чем дело, да? Вот это ваши враги, вот это всякие вот на работе, дома, родственники, нехорошие разговоры идут о вас. И вас хотят подставить, вас хотят обидеть, вас хотят унизить, вам хотят перекрыть дорогу. Вот это все, кресты на вас навешат тяжкие, да? Вот это все такое. И главное, бануть хотят. Потому что пока вы не будете идти по вашей дороге, они же понимают, они радуются. Кто идет по вашей дороге? Когда мы не идем по нашей дороге, это очень опасно. Вот. И поэтому для Козерога высшие силы все это знают о вас. И вы сами о себе это знаете. Вы чувствуете, все это неважно. Или слышите в голове голос начальника, так, в голове шумит, плохо спите, все время плохое настроение. Вот. Если это так, но не все время или иногда, то вам высшие силы посылают архангела Гавриила, который вас защищает от негатива и дает вам шанс. Кстати, вот сейчас будет труднее еще. Ну, что легче сказать, кто-то виноват там, да. Вот это не получилось или получилось, потому что кто-то виноват. А сейчас, когда архангел говорил, пришел и вас исцелил, забрал от вас весь негатив, вам теперь придется делать многое для себя. Теперь нужно закатать рукава и начинать работать. Уже нельзя сказать, что вот у меня не вышло так и так, потому что вот эти и эти обстоятельства виноваты. Да, эти люди виноваты. Да, эти обстоятельства очень обидные, несправедливые, но сейчас уже все. Эти обстоятельства закончились. Закатать рукава и к делу. И вы получите все желаемое. Вы знаете сами, в какой сфере вы для себя чего-то хотите. Понимаете? Следующая карта для архангела, тоже для водолеев. Смотрите, какие крылья. И это архангел Михаил. Это тот, который защищает детей, страждущих. Вы понимаете? Мне говорят, вот там Советский Союз, но мы даже и любим жить в таком, знаете, минимализме, навязанном нам. Говорится, стабильная нищета. Вот в Советском Союзе когда-то была стабильная нищета. Ну что, зимой картошка, морковка, цибули. Летом по ведру ягод. У меня теперь дочь, она врач, она говорит, мам, нельзя есть много ягод, потому что это же чистый сахар. Ты уже не в том месте и не в то время живешь. Ну, понимаете, в чем дело? Здесь, детки, здесь идет речь, архангел Михаил защищает деток. Мы выживем, мы выживем, знаете, в тяжелых условиях, выживем, потому что нам даже как-то в кайф выживать, нам как-то даже в кайф где-то сэкономить, потому что так наши бабушки жили, так жили наши родители, да, выживали. Нам даже в кайф, мы окей с этим. Но как детки будут жить? Дело не в выживании, а дело в том, чтобы детками не манипулировали, чтобы они нашли себя, чтобы ими навязывали какие-то дикие скрепы. Вот про деток идет речь, не о нас с вами, потому что мы уже умные, мы уже взрослые, мы не дадим себя обмануть, обдурить, а детки их обдурить легко, они наивные. Поэтому архангел Михаил здесь защищает ваших детей и внуков, вот это я четко вижу, и вашего внутреннего ребенка. Если у вас прокрастинация, вы живете, как еще до сих пор вот в этом прошлом, да, вот эта контролируемая такая нищета внутри себя, да, мы все немножко живем там, да, мы, ну так сформировались, то вот этот внутренний ребенок, я не знаю, как у вас было, может вас поддерживали, знаете, нам ведь нужна в детстве поддержка материнская, это безусловная любовь, и отцовская, это любовь с условиями, потому что отец же, у него нет натуральной любви к детям, это любовь с условиями, вот поэтому вот это два, да, поэтому Бог-отец, он с условиями, мы, когда мы не грешим, а Бог-мать, как Дева Мария, это безусловная любовь, так вот, если у вас в детстве, ну, было что-то не так, ведь у многих не так, у многих не было, ну, во-первых, нет идеальных родителей, но у многих не было, это ни условно, ни безусловно, вообще никакой любви не было в детстве, или же было, ну, недостаточно, если ваш внутренний ребенок до сих пор страдает, пусть вам 50, 40, 35, сколько угодно лет, внутренний ребенок, он должен постоянно чувствовать безопасность, и курирует этим Архангел Михаил, который дает вот эту безопасность, когда детям ничего не угрожает, будьте внимательны, сейчас вот условия такие тяжкие, что ваши детки не должны бояться, вот ради этого вы должны уехать, ради деток, чтобы они не боялись, потому что все можно перенести, но если в детстве ребенок боится, это на всю жизнь равно, поэтому Архангел Михаил сейчас защищает ваших детей, внуков, вашего внутреннего ребенка, внутреннего ребенка, вашего любимого человека, и вы сами знаете, где вы, и сами знаете, какие мои слова вас касаются, какие не касаются, потому что я пришла к страждущим, я пришла к тем, кто хочет помощи, понимаете, и так, ну что скажет Ленорман, ну что вам посоветуют, ну медведь и всадник, ну это шикарнейше, это здорово, смотрите, для водолеев, видите, какая красота, медведь это владеть, владеть и собой, это владение богатством, это успех, это карьера, медведь всегда станет начальником, начальницей, и всадник это гости, это перемены, это известие, это знакомство, встреча, свидание, примирение, какой-то партнер, может медведь чувствует свою вину, потому что обидел, хочет примириться, и примирение будет, медведь это всегда успех, это власть, а богатышское здоровье, вот это все будет, это будет большое счастье для вас, я очень рада это видеть, и конечно всадник это перемены, перемены к лучшему вас ждут, известие какие-то, или в гости поедете, приедет кто-то к вам, вы на дороге, вы на дороге, потому что мы все на дороге, человек, который застрял, он должен смотреть мои видео, потому что нельзя застревать, нужно идти дальше, вы куда-то стремитесь, вы на какой-то дороге, это прекрасно, итак, теперь смотрим для рыб, еще один архангел, смотрите, на конец расклада, раз, два, три архангела, а ведь этот расклад можно смотреть тоже по всем домам гороскопа, понимаете, да, у нас здесь архангел Рафаил, для рыб, рыбы, архангел Рафаил, мне надо пишет, я рыбка, это неправильно, нельзя так писать, рыбы, есть парные знаки, рыбы, да, вы не рыбка, вы рыбы, то есть это парный знак, ну вы может рыбка, для своего любимого человека, для меня вы рыбка, да, это как, ну что-то ласкательное, итак, архангел Рафаил, в данном случае, это целитель, это тот, кто исцеляет отношения, финансы, тот приносит здоровье, счастье, благополучие, и убирает самое главное, что подключки, да, оттока энергии, откуда идут вот эти шланги, все оттоки энергии, да, архангел Рафаил, он имеет целительные руки, и тоже всегда можно его привлечь, когда нужна помощь, рыбам очевидно нужна сейчас помощь, может быть финансы поют романцы, нужно исцелить, то есть нужно, чтобы деньги приходили на счет, и так и будет, может у кого-то физическое здоровье нужно поправить, у кого-то отношения в семье нужно поправить, а кто-то родственник болеет, тоже нужно за него помолиться, это очень хорошая карта, это карта исцеления, зеленый свет, зеленое исцеление, это очень хорошо, Все будет хорошо у вас Итак, что же скажет Ленарман Ребенок и ключ Видите, не зря я о детях долго говорила Вообще все, что я здесь говорю Приходит из тонкого плана Кто-то не понимает Я смотрю в окно, когда я делаю расклад Никаких софитов у меня нет И когда я смотрю в окно Я смотрю на свет Божий И спрашиваю, свет Божий Свет Бога Пошли мне слова, которые нужно сказать для людей И вот много говорили о детях Ключевое это детки Это внутренний ребенок Дети, внуки, чтобы они ничего не бояли Чтобы ими не манипулировали Их не использовали И не навязывали им какие-то убеждения ложные Потому что тот, кто убежден Это все, тот проиграл Убеждения вчерашние Это сегодняшняя неправда Все идет вперед, меняется Прогресс И архангел Рафаил говорит, что Защищайте своих деток И ваши детки под защитой А тоже ведь А карта ребенок Ленорман Это не всегда дети Это иногда инициатива Что-то новое Известие Это легкость Бытия Это тоже умение Увидеть то, чего вы раньше не видели Ведь ребенок каждый раз видит что-то новое Он видит больше деталей Он больше деталей понимает Поэтому вам нужно Следует Вам следует Увидеть вокруг вас И что-то Или кто-то Кого вы раньше не замечали И это ключевое Ключевое то, что вы увидите что-то новое Новые перспективы Новая возможность Ключевое что-то новое Ключевое не старое, а новое Потому что старое мы знаем То есть Ключ в кармане Мы носим ключ в кармане От нашего будущего И это увидеть что-то Каждый Какую-то перспективу Увидеть возможности Часто так бывает Когда мы заточены на что-то В чем-то убеждены Мы пропускаем что-то важное Что-то новое Поэтому для Рэп Нужно увидеть что-то новое Или в специальности Или новые возможности На работе Или новую работу Или новая обстановка В доме Новый имидж Новые мысли Новые разговоры Новые какие-то дела И идеи Потому что все начинается Из идеи Новые идеи Ключевые идеи будут И они принесут вам Огромное счастье Но о том Чтобы вы не пострадали Чтобы не попали В неловкую ситуацию Еще как-то Об этом позаботиться Отныне и на веки веков Архангел Рафаил Который на вашей стороне Помогает вам во всем Я очень рада Я желаю вам счастья Пусть во всем везет Пусть высшие силы Сегодня и всегда Вас щедро благословляют Приходите на мой расклад Чтобы посмотреть будущее Чтобы Знаете Увидеть то Чего вам не видно Из того Что происходит с вами И для того Чтобы тоже быть Лояльно Быть с другом Потому что Очень было бы обидно Если бы меня Вы только использовали Было бы честно Если бы вы тоже Приходили просто По дружбе Понимаете Мне иногда пишут Я всегда вас включаю Когда мне плохо Я очень рада Что я могу помочь Но почему бы Не включить меня Когда вам хорошо Понимаете Вот Такие дела Распространяйте это видео По соцсетям Это Все непременно Потому что Чем больше Людям будет лучше Тем будет лучше Нам с вами Это закон Это закон вселенной Обнимашки Из Ванкувер Канада Ну и Скоро увидимся И все Решения Которые вы будете В жизни Принимать Это ваши решения Я здесь Только делаю Аналитику Показываю вам Возможные сценарии Вашего будущего Все зависит от вас Субтитры создавал DimaTorzok